Сначала хочу вам напомнить, областной военкомат ждет вас. Ну а теперь поздравляю вас с началом военно-тактической игры «Курская битва». Спортивно-тактическая игра, посвященная 75-летию разгрома немецко-фашистских войск в Курской битве, прошла в клубе «Веселый Роджер». Омские школьники-представители патриотических объединений проверили свою военную подготовку. Соревнования состояли из нескольких этапов. Одним из основных была разборка-сборка АК-74. Чтобы выполнить этот норматив максимально быстро, ребята тренировались все свободное время. Мы упорно тренировали сборку-разборку автомата, также стрельбу из пневматической винтовки. А где ты тренировалась? Мы тренировались в школьном тире. Три, два, пошел! Не торопись! Устанешь на первую кнопку, среди ноги. На центр, на центр. Молодца, пристегивай. Первый холостой, нормально. Раз, второй, второй. Супку, супку вправо. Опять, с коленой, с коленой. Попадай, попадай. Супку влево. Провод, попадай. Все, до вишени обратно. Потрясайся рукой. Назад. На центр. На этапе тактико-циклической стрельбы состязались на точность попадания в цель. Задание усложнялось тем, чтобы поразить мишень из различных положений, применяя при этом как короткоствольное, так и длинноствольное оружие. В тактической стрельбе с перемещением между огневыми позициями у ребят было задание обезвредить противника, сохранив жизни заложников. Что нажимать? Полторы минуты осталось. Жойстик. Жойстик. Затем. Ж. Ж. Хвостик. Затем. З. 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 Хвостик. Хвостик. И ляда. Все. Разминировал? Разминировал. На станции «Сапер» участники игры обезвреживали бомбу. С помощью очков виртуальной реальности представитель команды последовательно нажимал нужные кнопки и перерезал провода. Команда помогала своему товарищу сделать это как можно быстрее. Бомбу видел только я. Ну и слушая команды своих товарищей, я выполнял разминирование бомбы. Она состоит из кнопки, символов и разрезания проводов. Проверили юноши и девушек на знание фактов по Курской битве в исторической викторине. Со всеми заданиями справились без проблем. Ведь большинство этих ребят собираются связать свои жизни со служением Родине. И о патриотизме говорят уверенно. Я свяжу свою жизнь обязательно с армией. Я пойду учиться на военную кафедру. Это в первую очередь. Если бы я не хотел этого, я бы сюда не вступил бы. Почему ты хочешь пойти? Мне это в душе лежит. У меня дедушка военный, все, так сказать, родословные военные. И я не хочу сломать эту родословную. Я хочу дальше продолжать. Патриотизм – это когда ты любишь свою Родину. Когда не просто готов. Не просто готов сказать, что ты любишь за нее. Когда ты готов за нее постоять перед опасностью, которая угрожает тебе жизнью, так сказать. Мне это интересно. У меня, во-первых, папа военный. И это уже идет с детства. И я думала поступать военное. Ну и просто мне это нравится разбирать, что-то собирать, стрелять, тренироваться, делать какие-то новые результаты. Как парни относятся к тому, что ты этим занимаешься? Ну у нас мальчики, они хорошо к этому относятся. Они даже приятно удивлены, что девочки этим интересуются. У нас некоторые девочки даже лучше мальчиков. Настоящие патриоты готовы защищать свою Родину. Поэтому дети учатся и довольны проведением. Отметим, что спортивно-тактические игры проходят в Омске дважды в год. Турниры проводятся Центром патриотического воспитания, Организацией ветеранов «Боевое братство» при поддержке Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова